Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено модным стрижкам на весну, и я расскажу вам про топ-5 самых актуальных стрижек на данный момент. И в первом пункте мы поговорим с вами про челки. Челки по-прежнему остаются актуальными, при этом на данный момент есть вариативность по поводу того, какие именно челки можно для себя выбрать. Это может быть и челка с прямым срезом, который прикрывает ваш лоб. И еще один вариант, который популярен уже очень давно, это удлиненная челка, которая шторкой прикрывает, точнее сказать, обрамляет ваше лицо. Причем наиболее актуален вариант, это когда вместе с челкой у вас еще и идет такая достаточно легкая, небрежная немножко укладка. Но при этом и гладкая фактура, когда волосы аккуратно уложены, и когда они выглядят здоровыми, блестящими и гладкими, это, конечно же, тоже всегда актуально. И вариант укладки нужно выбирать в зависимости от того, какой стиль вы для себя выбираете. Стрижка номер два называется Undercut. Эта стрижка, конечно же, для самых смелых девушек и тоже для определенного стиля. То есть, чтобы такая стрижка хорошо смотрелась в вашем образе, нужно, чтобы и в целом ваш стиль также ей соответствовал. Длина у такой стрижки может быть разной, более длинная или покороче, но ее суть в том, что в какой-то части у вас будут совсем выбритые волосы, то есть там будет максимально короткая длина. Это может быть зона в районе висков или затылка. Следующая стрижка похожа на предыдущую, но она выглядит более классической и более аккуратной. И называется она Pixi. Это тоже короткая стрижка, которая приоткрывает ваши уши, при этом она может быть ровной или асимметричной, и пряди выглядят несколько небрежно в такой стрижке. То есть, как правило, такую стрижку укладывают в хаотичном порядке. На мой взгляд, если вы не боитесь такой длины, то такая стрижка действительно может стать эффектным дополнением вашего образа. Для тех, кто любит носить волосы подлиннее, следующий вариант, и это длинная коре или длинный боб. Например, такую стрижку ношу я, и когда я принимала решение отстричь длинные волосы, которые я носила достаточно долгий период времени, с того момента прошло уже больше года, и я ни разу об этом не пожалела. Мой длинный боб может быть чуть подлиннее или чуть покороче, но в любом случае это та стрижка, которая прекрасно вписывается в большую часть повседневных образов. Мне очень нравится то, что такая стрижка замечательно дополняет разные стили и разные комплекты одежды, и волосы не перекрывают собой одежду, поэтому весь образ становится более аккуратным и собранным именно за счет этого. Вряд ли я изменю в ближайшее время этой стрижке, потому что я действительно с ней сроднилась и вижу, что она выглядит намного более стильно, чем просто длинные волосы. И в пятом пункте у нас будет два варианта на длинные волосы. Первый вариант – это классический каскад, и прелесть каскада в том, что с такой стрижкой ваши волосы выглядят более объемно, и их можно действительно красиво укладывать. Каскад очень идет девушкам, которые склонны к использованию романтического стиля в своем гардеробе, или у которых просто очень мягкие и нежные черты лица. И второй вариант чуть более агрессивный – это, в принципе, вечная классика – это длинные волосы где-то до середины груди или прикрывающие грудь с ровным срезом. Такая стрижка тоже будет смотреться актуально, и это, в принципе, повторюсь, то, что из моды не выходит. И последнее, что мне хочется сказать в сегодняшнем видео, что независимо от того, какую стрижку вы для себя выбираете, самое главное – это следить за качеством своих волос. И, на мой взгляд, одна из самых нелепых ошибок – это когда девушки отращивают волосы длинными просто ради длины, но не следят за тем, чтобы волосы выглядели здоровыми и густыми. Зачастую лучше убрать лишнюю длину, чтобы волосы лучше лежали и выглядели гуще. Потому что, естественно, если волосы очень длинные, то под этой длиной и под весом этой длины они отвисают, и объема не хватает. И если выбирать между длинными волосами и необъемными, и более короткими, но объемной и ухоженной стрижкой, то, на мой взгляд, второй вариант для вашего имиджа намного лучше. Вот и все по поводу стрижек на сегодня. Напишите в комментариях, какую стрижку носите вы или какую стрижку вы хотите сделать этой весной. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok